всем привет уважаемые зрители и с минуты на минуту секунду на секунду начнется осенний турнир нгхл 2014 с вами александр он же александр на 9 или 2 он же александр любегов и великолепный максим максим который максим демкин который реверсе он же делик привет привет алекс сегодня будет интересно наблюдать за матчем открытия точнее с двумя матчами открытия знаешь я смотрел видео в группе нгхл я не нашел матчей среди этих команд потому что много до этого было как бы старых команд которые потом переименовывались как в свое время я поэтому не нашел матчи между этими командами и не смог никакую статистику даже привести перед репортажем ну я больше могу сказать по поводу этих команд и прочее ну иская просто такая команда который название которое остается а состав меняется кардинально просто я не знаю какой степени потому что капитаном ска был арк в прошлом сезоне на прошлом турнире вот арк благополучно смысл угадай куда да я понял да и вместе с кем с ройсом правильно и они наши наши с тобой рассказать уже партнеры по лаку а здесь много изменилось много людей ходила приходил уходила там не знаю капитана 2 сменилась с окончания весеннего турнира вот сейчас мы видим состав смотри выходит играть никос лючич кредо и джейден просто рассказал про скато я расскажу про лимонов с вашего позволения александр прошу прошу так эндрю гейс варелла лолипопс и торрес ну боевой достаточно состав все игроки неплохие ну то расскажешь выделяется своим мастерством и тем временем начинается матч интересный состав я не вижу здесь такое их нотариусом последнее время часто играл товарищеские матчи за лимонс так что вот мне кажется нибудь немножко не хватает но посмотрим ну вот так скажем на богатый может он сменил ник на что-нибудь подобное типа лолипопс от а вот это я даже я не знаю честно говоря они очень любят игроки он менять ники не знают это очень популярное занятие особенно среди некоторых товарищей ну да 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 ну потом даже легально то есть как меняют там в группе пишут тексты тем временем искал атаки джейден по сути на лючича и дальний бросок кстати непонятно вот как играет лючич потому что было где-то написано что он из штата массачусьец и какой штампинг то да абсолютно точно у нас представитель северной америки пришел в команду помогут полу не за иска играла за холкс он играл на турнире содружества да да я помню пинг на 150 200 точно не меньше вот как он будет играть не знаю посмотрим он очень хороший игрок на самом деле но если я могу предположить опять что никакой он не американец ну ладно мне нет он все-таки вот это вот как бы он есть на вот этом варить это джейден выход один на один реализуй молодец поспешил я немного ну ладно штанги шайба залетает ворота и 10 проводилась в обороне сейчас команда лимонов в общем то посмотрим что будет дальше сейчас вот выходит вперед какие-то искать джейден он бывший игрок холкс насколько я помню вот не буду брать да да он даже капитан по моему по моему три дня назад произошел какой-то конфликт у буре с игроками холкс и все вот как раз перебежали буквально вот в ска как раз но я не могу точно сказать потому что краем ух только слышал точнее краем глаза видел эти переписки и прочие разборки да очень и очень холкс собрали вот в августе очень хороший состав но все потеряли и очень момент какой был сейчас есть ска полный разброд у каких-то процентов лимон сферей и два вторая шага не залетела неплохой паст вратаря но тут обработать не удалось бросок и ворова достаточно спокойно и отбивает его в сторону и можно рваться на контратак смотри сейчас ска лимоны бегут вперед можно на дриблинке уйти правильно правильно давай бросая удар был боже дополна тариус это равно в этом плане все верно в запасе я сейчас скажу что у у лимонс франк власов и слив а у ска собственно миппи рокс ох и его же ну так вот сейчас шайба под контролем лимонс варела неплохие передачи от него следует кстати стоит отметить что достаточно спокойно и хладнокровно он кидает через центральную свою зону достаточно довольно рискованно это занятие так скажем у нас арк любит покидать через центр ну ладно сейчас не об этом итак так вообще варел трансфер из айпи хайл очень такое возвращение обратно внизу у него произошло сразу видимо захотел он поиграть в основе на таком полном статусе они как в альянсе ему доводилось сейчас он конечно будет иметь особо привилегии в лимонс где шайба типа типичная ситуация в нг хайл кого там четвером игроки одной из команды называется попробуй разбери кто где то шайба кто без торос неплохо сможешь принять не смог принять другие пойдет встречать ожидается передача галкипер на месте спокойно расправились с атакой лимонов обороны скану смогут ли то что у нас молодец тора сыграл грамотно просто вынес шайбу подальше джейд нах чуть-чуть не удалось обработать шайбу как подобает рискованно там и другие сперима шайбу но обошлось и смотри сейчас права игрок один стоит ну что ты делаешь будет он будет бросать сейчас скорее всего вот увидишь ну оправдал все я думаю такой проход сольный ой поцеловались конце первого периода счет 1 0 пользу south and cruisers максим что ты ожидаешь вообще от этого турнира даже нет этого матча вот всего от того тысяч принципе не следил за весенним турниром так четко явно твои впечатления четко не следил но я надеюсь что команды низшей лиги давайте не будем так прям унижать команды второй лиги смогут показать свой может быть даже неплохой уровень и бороться может быть дальше в объединенных новых турнирах с командами пхл играть кинст таковые матчи не знаю как там регламент покажет но я ожидаю в первую очередь красивого хоккей конечно же как бы примитивно и банально их не звучало замечательно-замечательно вот сейчас вот ошибочка и варелла будь первой опять лолипопс сейчас шейбы будет нет не будет лимон сыграет по четко выставленной схеме я так присматриваюсь варелла на ворозах торрес отрабатывают защите но обычно сейчас он пошел немножко вперед а индрюгейс я так смотрю вот страховой торреса и порой бегает в атаку и лолипопс более играет такого форварда такого очевидного кстати по мне так странно что торрес играет защите потому что с его дриблингом и данными бомбардиром можно и на острие сыграть а индрюгейс как раз защиту можно поставить не знаю индрюгейс защите это номер такой своеобразный если ты еще следил за чем-то мира опасный момент но нет мимо то эндрюгейс играл защите сборной прибалтики и в общем-то они провалили тот турнир это сборная прибалтики что ты хочешь там какие соперники а здесь ну хотя не знаю может быть ты про в атаке ска непонятно створить защитники сейчас абсолютно да очень просто забил джейдом вообще спокойно теряет сейчас нити игры лимонс вроде бы как бы есть не какое-то преимущество да ну как-то они так стараются комбинировать придумают что-то а вот реализации нет острых моментов нет туска как все просто так вам только что замена во время периода что начал говорить рекламе если там по вынужденной причине произошло то вроде бы как никаких санкций нет еще и лючих там вылетел или что-то стряслось как бы никаких претензий не будет игрокам сотым круизер тем более никакой опасности не это не привело игрок этот не забил ничего подобного не случилось ну тогда ладно так эндрюгейс творила выйдет да мне кажется прав насчет преимущества лимонс такой он скорее токсическая более ум надо они играют чем ска но пока особых плодов это не приносит ну знаешь как вот как бы непоколебима была роль эндрюгейзе в команде вот но и сказывается у него нажит от аришки его пинг как-то я не знаю как тут у него много брака не это вот надо тесточный взять принять бросить вот с этим есть проблема мне кажется как раз таки эндрю мог бы поставить кого угодно на ворота с того же франка а самому замениться с варелой чтобы варелла он игрока ай пихая уровне он может и защите сыграть да это развяжет клюшку торосу который может сыграть в атаке то есть так вот перестроиться можно и мне кажется выжить что-то сейчас посмотрим подозрительно мне сейчас показалось что лючич или люсич не знаю как его правильно называть он сейчас по-русски абсолютно написал слово лаги я сомневаюсь что он обладает способностями нам до или покса которые просто на русском шпанет в каждом репортаже на высшем уровне нет момента организатора ну ладно да это как то я не знаю там заявка есть по-моему там у него есть какой-то айди я не смотрел честно поэтому не буду точно уверен может кого-то плохая фантазия там возможно да есть игрок у иска с ником тэрштеген я так понимаю голкипер из белоруссии поэтому ты правильно понимаешь правильно мыслишь по поводу голкиперства ну да ладно лимона в атаке я не то сказал просто запутался в нгл атаки начинается отсюда ладно спасибо что оправдал меня и мою тупую фразу не за что второе первое стать подходит концу первого матча ничего нового мы не увидели какой хороший был промах нет это был изящный дриблинг прекрасный раскладывается унылый 02 на табло противоречит эти фразы друг другу нету как бы не знаю игра какая-то такая вязкая не знаю упорная не упорная ну просто идет вот у лимонс ни в какую айска уверенно использовали две ошибки просто реализовали надо что-то менять лимонс конечно надо надо более нестандартные ходы применять все как-то слишком шаблонного них все складывается даже вообще пора брать свои клюшки конечно игру торосу потому что без него тут сложно будет что-то сделать но он занимается черновой работой по большей части вот по борту сейчас можно кинуть никто не забегает почему-то 1 отличный пас это я не увидел ну и она понятно интересно решение но немного неправильно исполнил вот еще на то о чем я говорила другие смажут простой ситуации варила у нее и опасно летит от ника с дорогом снизу игру эндрю вставай на ворота я думаю вряд ли она скажет и ошибочка от эндрю и кстати вот еще неплохой игрок кредо его хотел отметить но что-то забыл неплохие навыки показывают по крайней мере просто в рандомных играх не в турнирных поспоришь вот это вот миг урок я вообще никогда не видел честно говоря я видел полном где-то в каком на каком-то сайте какие-то там информации об игроке вот я видел его ник у боже какие ошибки немножко не в своей тарелке нужен был нужен гол конечно очень нужен защите очень неплохо играют хоккеисты ска очень неплохо я сказал цепка даже так кредо повезло там перекладина была в общем-то лолипов все время пытается как-то пройти один у него не получается когда можно отдать пас да хотя кому к этому придираться как не мне но все равно это не всегда рациональное решение принимает вот сейчас неплохая передача от варелла и его такой прием плохой пас но тут торрес нет защитник уверенно сыграл ну а что мог еще сделать на фланге там только вот так стрелять на удачу потому что мы сразу двое накрывали снова хорошим пас от варелла точно на лолипопс и есть возможность отдать пас вроде как точно но вроде как-то и коряло торрес потерялся может был назад откатить не знаю это шанс для варелла опять хорошо играет серия взаимых ошибок опасно чуть не прилетела ворота ска но повезло варелла очень грамотно играет ворота мне кажется на голда ремонт сыр наиграли в этом матче потому что неплохо смотрится же просто не везет и только это сказал на ней все смерть не дешевле а сейчас очень интересное произошло событие тут не который кикнули то ли он сам вышел его я так понял уличают том что он фейк это как бы очень-очень непонятно все ну ладно дюльчич вошел игру нам как-то очень уверенно играть шайбы для для пинго 150 да 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 это просто жонглирует ну конечно дело но если у него правда пинг 150 то может преподать пару уроков эндрю то эндрю должен быть меньше пинг в районе 100 120 мне кажется насколько я знаю хороший блок мне кажется я бы даже сотни умер потому что у меня пинг в среднем где-то 12 ну ты же форвард ты же из москвы форварды с такими пингами не живут тем временем игра подходит самологическому завершению счет 3-0 в пользу ска в общем можно сказать поздравляем вас с началом турнира будем ждать второй встречи до максим да будем ждать ну конечно по голову за период это не делают надо открывать игру если можно так выразиться на активнее 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 хорошо ждем вторую игру активнее пинг то уже